Смогли бы вы съесть хлеб, приготовленный из целлюлоза, опилок, жмыха и хвои? В наши дни состав звучит совсем неаппетитно, но для жителей блокадного Ленинграда такой хлеб был единственной возможностью не умереть от голода. Рассказывали, здесь в Барнауле пекли хлеб. Все равно он такой не будет, как тогда пекли. Этот лучше, что-то они пекли. Этот будет лучше. Это, наверное, как конфетку бы ели, это такой хлеб. Но кто пробовал, не нравится, не очень. А еще хуже ели. Кусочек картонного хлеба стал символом голодной блокады. 76 лет назад Ленинград освободили от фашистского плена. В Барнауле в день годовщины провели акцию помощи ветеранам блокадный хлеб, в рамках которой раздали горожанам памятные буханки, правда не с опилками, а обычные бородинские. Кусочек хлеба 125 грамм. Многие уже сейчас на выходе сказали, что раньше он был более маленьких размеров. Да, но он и был более тяжелый по весу. Ну, то есть он был по весу 125 грамм, но он был более плотный, в отличие от нынешнего хлеба. Поэтому нынешний кусочек, он чуть больше. За время блокады погибло больше миллиона человек. Остальные были эвакуированы и разбросаны по стране. В том числе и в Алтайский край. Те, кто еще живы, вспоминают голодные месяцы со слезами на глазах. Раздетые и голодные были. Ходили, колоски собирали, ходили, картошку гнилую копали. Потом подросли немножко, стали в лес ходить. Где малина, где орехи у нас были, фундуковые. В 42-м году мы из блокады. Блокада в декабре месяце у нас вывыкли. Меня солдат на санках пел. Наш дом разбомбили. И как, значит, санитары и солдаты нас выкапывали из руин. Увозили на санитарных машинах на скорой помощи. В больницу. Я помогала санитарам. Ну, бинты я подносила, пить солдатам подносила. И вот благодаря тому, что я там была в госпитале военном, я выжила. В Алтайском крае живут 199 блокадников. Часть из них пришли на торжественное возложение цветов на Барнаульскую и Ленинградскую аллею. Всего в стране осталось не больше 100 тысяч ветеранов блокады. Государство помогает им льготами и материальной поддержкой. Волонтеры находят и объединяют ленинградцев со всех уголков России. Что касается самих блокадников, они считают, что главное, чтобы спустя годы их рассказы и воспоминания не были забыты. А еще, чтобы такой ужас войны больше никогда не повторился. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.